друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках с самого утра продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях и изменениях новостного фона не забывайте подписываться на канала маркетса если есть какой-то вопрос пишите в секции с комментариями также делитесь вашей точкой зрения это мой классический призыв потому что мне она очень интересно друзья и чем больше у нас будет позиции того что должно произойти с финансовыми инструментами то есть взглядов под разным углом тем больше у нас будет шансов выйти на золотую истину середину которая поможет нам принимать более оправданные инвестиционные решения ну и конечно же не забывайте ставить лайки ну что ж давайте перейдем к нашему классическому набор финансовых активов начнем с рынка нефти 39 44 друзья наверное кому-то стало немножечко страшновато за будущее коротких позиций те кто открывал селл с локальных максимумов чуть ниже 43 долларов за бар я понимаю то что снова маячит впереди сопротивление она может любой момент стать поддержкой но друзья тот новостной фон который мы с вами детально анализировали накануне он по-прежнему свидетельствует о том что очень высока вероятность развития еще больше нисходящей динамики причем отдельный акцент сейчас нужно делать на вероятность повторной вспышки коронавирусной инфекции это не просто пустые слова это опасения которые опираются на реальные факты есть случаи заражения и в пекине и в ряде европейских стран по штатам я думаю вы по общей картине и так все прекрасно знаете как и что там происходит конечно же вероятность повторной вспышки окончательно похоронит мировую экономику если это вероятности превратиться факта ну и без этого темпы мирового экономического роста оставляют желать лучшего темпа мирового экономического роста это то что влияет на спрос на углеводороды то есть такой объективный абстрактный новостной триггер который должен поддерживать позиции продавцов но и наши излюблены с некоторых пор фон касательно неэффективности сделки опек ожидание того что с 1 июля на рынок дополнительно хлынет не меньше полутора миллионов баррелей в сутки это за счет того что не будет добровольного сокращения кувейтом объединенными арабскими эмиратами и соответственно саудовской аравии и ждем доп а приток предложения из мексики и ливии поэтому избыток предложения он останется мы видим это еще и в статистике например по запасам уже каждую неделю делается отдельный акцент на этот релиз и в последнее время статистика все-таки следствует а при росте рост запасов это еще одно доказательство того что нефти слишком много в общем друзья сохраняем пока короткие позиции я отыгрываю слабость нефти не непосредственно через рынок черного золота у меня есть сделка доллар канадец я держу длинные позиции вы наверняка знаете об этом я комментировал ситуацию сейчас по доллару канадской котировки 135 26 я ожидаю все-таки движение в районе отметки 137 8 индекс доллара вот сегодня на нем чуть подробнее остановимся 96 46 это сейчас котировки повторюсь друзья стоп лосс лично у меня стоит на уровне 95 70 это минимум торговой сессии среды прошлой среды когда фрс подвел итоги двухдневного заседания и вроде бы как сломал тенденцию агрессивных распродаж американского доллара я было выдохнул но друзья вчера произошло то что я практически не ожидал но не то что вы практически вообще не ожидал собственно как и многие фрс все-таки решил анонсировать новые меры экономического стимулирования в количественных показателях и объявил о начале о скупке более широкого ассортимента облигаций на сумму в 750 миллиардов долларов ну это та же программа количественного смягчения это еще больше риск для доллара я искренне друзья надеялся на то что не будет этой меры поэтому верил в оздоровление американского доллара дальше и сейчас мне интересно что с американской валюты будет дальше я признаю друзья что если уровень стоп лосса будет достигнута нисходящие ралли американского доллара скорее всего продолжится стивен роуч а бывший председатель совета директоров морган стендли а ныне преподаватели ельского университета считает что американская валюта с учетом вчераших изменений он кстати дал интервью 7bc перекуплен на 35 процентов это много это самые наверное мрачные прогнозы тех кто собственно не верил в американскую валюту и если все-таки индекс доллара начнет развивать нисходящую динамику мы увидим значение гораздо ниже текущего уровней сегодня на повестке очень важное событие это выступление паула а в конгрессе скажем этом марафон для него пресс-конференции точнее даже не пресс-конференции отчетов перед банковским комитетом сенатом целом конгрессом на несколько дней растянется это событие мы будем ждать любой значимый интересный комментарий а сегодняшнего дня в 17.00 друзья фактически на рынке могут плетить триггеры повышающие волатильность как риторика паула и его комментарии о том что лично он думает касательно перспектив американской экономики мировой экономики в целом и тех действий которые фрс будет предпринимать дальше если сегодня друзья паул будет комментировать опять же общую обстановку и действий фрс именно в количественных показателях о которых я только что сказал и разложит дорожную карту того что фрс собирается заливать экономику сотнями миллиардов долларов индекс американского доллара окажется под серьезным давлением но я все-таки искренне верю друзья что мы сможем удержаться выше уровня стоп-лосса и не допустим вместе с прочими покупателями чтобы американская валюта вдоль всего широкого рынка оказалось ниже уровня 95 70 евро против доллара 1 13 0 6 сейчас котировки соответственно чуть повыше из событий по еврозоне сегодня в 12.00 данные по азию я пока что безусловно статистика будет слабой не торгую европейской валюты но если вас интересует как нужно действовать сейчас то судя по индикатору личных настроений кайман который сейчас изменил позиционирование немножечко в сторону еще больших продаж 75 процентов трейдеров сейчас сам продают и только 25 процентов покупают на основании этого мы можем предположить друзья что евро продолжит расти фунт совершенно другая ситуация кайман там практически сбалансировался фунт растет друзья но может быть это отражение одного из классических рыночных правил покупая на ожиданиях продавая на фактах я верю то что до четверга ну если нет до четверга то четверг британская валюта развернется потому что мы ожидаем новые меры стимулирования снижения процентной ставки увеличение программы количественного смягчения биткоин восстановился до девяти тысяч пятьсот тридцати пяти надеюсь следующая попытка взять десятку увенчается успехом и покупатели будут ликовать золото 1728 у меня излюбленный уровень покупки золота с 1720 я собственно снова длинных позициях сейчас есть небольшая прибыль но я пока особо не радуюсь и австралийц 0 69 57 очень вялые протоколы реакция сдержанная по австралийц все будет зависеть от того как дальше будут развиваться дела на рынке акций потому что австралийский доллар копирует поведение фондовых активов но в целом я считаю что пока держится уровень 0 70 есть куда больше вероятность увидеть дальнейшее развитие нисходящей динамики на этом все друзья большое всем спасибо за внимание и всем пока